В Казанском федеральном университете проходит 15-я международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» по теме «Социокультурные и нравственные традиции России как основы развития права и юридического образования XXI века». 18 октября для участников державинских чтений началось возложение цветов к памятнику выдающегося государственного деятеля Российской империи, символического открытия пленарной части конференции. Гавриил Роман Державин прогласил правду о основе жизни и бытия человека. И для нас, юристов, это не только как моральный учитель, но еще и первый министр юстиции, который был основоположником многих юридических реформ, которые способствовали формированию в стране независимого сильного суда. Он был борцом с коррупцией не просто на словах, а на деле. В Казань сегодня приехали представители 15 филиалов Хабаровск, Сочи, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург и Калуга, и Тула. Огромное количество, чтобы почтить память и выступить с научными докладами. В императорском зале Казанского университета собрались государственные общественные деятели, ученые-правоведы и юристы практики из разных стран мира. Открытие пленарной части началось с исполнения хоровой капеллы КФУ гимна Державинских чтений. Международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» – самая крупная конференция Всероссийского государственного университета юстиции. Для нас, конечно же, очень важно проведение этих конференций на нашей площадке, потому что по всех своих, в том числе и литературных произведениях, Гаврил Романович достаточно много раз упоминал и Казань, и то историческое прошлое, которое описывалось в его произведениях. Сегодня Державин – пример для воспитания современной патриотически настроенной молодежи для студенчества 21 века. Все мы знаем, что профессиональная деятельность юриста подчинена благородной и почетной цели служению Отечеству, закону и справедливости. Именно в этом виден смысл профессиональной деятельности Гаврила Романовича Державинова, первого министра юстиции России, выдающегося государственного деятеля и замечательного поэта. Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, министр образования и науки Республики Татарстан Рафиз Бурганов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений путем проведения ежегодной международной научно-практической конференции Державинские чтения между Всероссийским государственным университетом юстиции, Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским федеральным университетом. Также в рамках мероприятия состоялось костюмированное представление студентов Всероссийского государственного университета юстиции совместно с Департаментом образования Москвы. Здесь была представлена историческая реконструкция известных судебных процессов. Мы привезли в Казань историческую реконструкцию, это проект, реализуемый нашим университетом совместно с Департаментом образования города Москвы в рамках проекта «Университетские субботы». Вообще в рамках проекта читаются лекции, проводятся интересные мастер-классы, какие-то практикумы. И вот для Москвы такое ноу-хау именно среди вузов, наша новинка – историческая реконструкция известных судебных процессов. Вот непосредственно здесь мы представляем процесс над Джордана Бруно, инквизиционные процессы. Студенты из Москвы рассказали о том, как именно создавалась постановка. Сценарий сам этой постановки мы пишем как-то совместно с студентами. Цель мероприятия – помощь студентам о реализации их возможностей, чтобы они осветили какую-либо тему, чтобы для других людей была более понятна эта тема. Таким образом, зрители узнали подробнее, как на самом деле проходил суд великого философа. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова